Приветствую мою аудиторию. Сегодня у нас в гостях цыган. Кто мог подумать, но цыгане тоже служат на СВО, причем их очень много, как оказалось. Я, когда начал искать тему цыган на СВО, я натолкнулся на ваши группы «Цыгане России» и другие группы, где очень много оказалось цыган. Да-да. И даже стало интересно, почему так? Это стало какой-то идеей среди цыган, что они должны принять участие в СВО? Или это все-таки просто личное решение? Как ты пришел к этому решению, притянуть участие? И как ты видишь это? Почему много цыган на СВО? Ну, лично мое решение, это я с 2019 года подписал контракт. И по сегодняшний день в структуре вооруженных сил Российской Федерации. А что касается, в общем, цыган, мы также жители России. И лично мое мнение и многих тех парней, которые пришли на фронт, мы также должны защищать свою страну, потому что мы ее любим, мы в ней живем. И нам еще растить детей, потому что мы не можем стоять в стороне, когда у нашего соседа горит дом. Понял. Ну, я смотрел, у тебя там прям пар идет, у тебя там холодно. Да, есть такое. Расскажи про свою службу, если не секрет. Какие задачи выполняешь? Задач очень много. Ну, основная задача, это сейчас, в данный момент, не пропускать бронетехнику противника, чтобы наша пехота могла отработать, чтобы зайти. Пацанам было легче. Нам приходится с моими парнями работать, уничтожать технику, укрепрайоны. Чтобы, в общем, пехоте можно было легче пройти, потому что сейчас... Да, вы окопники или штурм, или смешанная? Нет, нет, мы противотанковый взвод, который стоит на позициях, передвигается также мобильный, также работаем на машинах, ездим, отрабатываем, уезжаем. Также, бывает, заезжаем на позицию, стоим столько, сколько нужно, там месяц, два, три, все по указу, все по приказу начальства. Понял. В общем, можно сказать так, что мы работаем как группа специального назначения. Слушай, вот люди, которые разгоняют всякие вот эти негативные идеи насчет наций, они считают, что вот цыгане – это несовместимый народ с русскими. Не только про цыган говорят, они говорят так про многие национальности. Я вот смотрю, ты принял ислам, я так понял. Да, Альхамбуль, да. Ты сам, ты выбрал быть частью, как бы, исламской культуры. Да, да. При этом очень много цыган, как я заметил, выбрали православную также культуру. Смотря на фотки, я вижу, что много с такими нашивками именно православными. Ты когда вот эту историю, которая произошла недавно, весь этот шум там насчет Коркина, как ты это воспринял? И вообще, может быть, тебе и некогда вникать, что там происходит? Какие твои чувства? Я воспринял то, что происходило в Коркино, то, что происходило в Белгородской области, то, что там со спецназом Ахмат тоже было связано, то, что, может быть, по-любому слышали. Я скажу так, в любой, в любом табуне найдется та лошадь, которая будет сбивать ногу. Вот. И из-за этой лошади я не вижу смысла вставать всему табуну. Есть и люди, по-любому, которые это в любой нации, то, что будут, как-то, знаешь, подбивать нацию, чтобы на нее смотрели с агрессией. Вот. Я бы хотел обратиться к этим людям, которые сейчас творят беспредел. Ребята, я и мои братья здесь воюем не для того, чтобы потом прийти, нам в глаза плевали то, что вы цыгане, вы такие. Нет. Мы воюем для того, чтобы было единство в стране, чтобы не было вот этого, ты цыган, ты русский, ты чеченец, ты армян, не было такого. Мы живем в одной стране. Стоим здесь ради того, чтобы не было беспредела. А они во время этой всей суеты, можно даже так сказать, во время этого конфликта, войны, они еще творят внутри конфликта. Это же неправильно. Да, это должно быть оскорбительно, когда ты больше двух лет уже находишься на СВО, ты там живешь практически. Это вообще очень тяжелые быты, тяжелая служба. И тут такие новости приходят с России, что там, оказывается, цыгане-то и не нужны, цыган нужно гнать. И вообще, я когда говорил вот с бароном, тоже цыгана, он чуть ли не плакал. Он не хотел давать интервью, и вот он чуть ли не плакал из-за этого. Потому что, как он сказал, что он пошел на СВО, мечтая, что он покажет, что цыгане это как бы часть России, что их примут, что перестанут замечать цыгане, не цыгане. Конечно, ну, лично для меня это глумиться над народом и искать какие-то изъяны. Я всегда свою нацию возвышаю. Я горжусь своей нацией. Я горжусь тем, что наши ребята вышли на тот уровень, не кочевой уровень. Вот. И я, наоборот, возвышаю. И то, что люди говорят, это про каждую нацию говорят, так же там, дагестанцы, чеченцы и так далее, то, что вот, они приехали, они беспределят, они это... Блин, я не знаю, ребята, это как-то глупости. Надо смотреть на все своими вещами, своими именами на это все. Слушай, а как твои сослуживцы на это смотрят? У тебя же наверняка там много русских сослуживцев вокруг. Что они считают? Что касается моих сослуживцев, когда узнают эти новости, они знают меня, они знают, как я работаю, они знают, как я к кому как отношусь. И они, я для них, для всей бригады, для всего батальона, я брат, за которого знают. И никогда, даже если в случае чего-то где-то как-то за меня скажут, без меня даже могут впречься, поговорить и разобраться в этом. Я должен озвучить те претензии, которые люди высказывают цыганам. Потому что, если мы так выложим просто это видео, как оно есть, мне потом накидают, что-то там не смысл. Поэтому... Да, да, любой вопрос. Я никогда особо не задумывался, кто какой нации. Вообще, вот год назад, когда я проходил службу, да много людей самых разных наций были. И меня расстраивает, что мне вообще приходится говорить, что ты цыган, что кто-то русский, что кто-то чеченец. Это вообще, в принципе, уже не здоровая какая-то ситуация, что мы вынуждены выяснять, кто какой национальность. Ну, скажем, постоянно мы видим цыганок, попрошаек на вокзалах. Это как, наверное, многие это видят. Именно видно, что это цыганки. Откуда проистекает это явление? Это нищета внутри цыганских поселений. Я... Я сейчас, знаешь, я могу так объяснить. Это то, что это, скорее всего, из-за того, что у нас нету своей республики, своей республики, да, как в многих республиках. И нету того человека, который бы это все контролировал. Вот. А еще, знаешь, еще идет то, что многие не хотят меняться с того кочевого момента. Некоторых у цыган даже до сих пор нету паспортов, нету образований и так далее. Они сами не хотят это меняться. Вот. Но если бы я сейчас сказал, что мы хотим сделать республику, а наши законы даже поболее серьезнее в других республиках. Вот. У нас будет как бы очень большие проблемы в республике между своей уже нацией. Я бы лично посоветовал всем цыганям, которые попрошайничают и так далее. Ребята, лучше возьмите за голову, начните учиться, начните работать и приведите приведите мнение о нашей национальности в хорошую сторону. Потому что мне бывает самому стыдно, когда мне это все высказывают. И я редкий раз даже не могу найти слова на эту тему. Понимаю. А вот между цыганскими поселениями есть некая связь? Люди договариваются, главы бароны одного поселения с другим о том, как они ведут дела? Есть какая-то центральная нитка? Или все разрозненно? Я сейчас объясню по поводу баронов, что бароны, как раньше, было, по сути, кочевой образ жизни. И, грубо говоря, из 200 из 300 человек находился один человек хотя бы, который более-менее как-то что-то понимал в законах именно СССР и так далее. И все бежали к нему. Но сейчас в данный момент есть те люди, которые, как я повторяюсь, не учатся, то у которых у некоторых есть бароны. Но те, которые, например, люди отучились, которые имеют образование и живут почти как русские, у них нет баронов. У них есть, да, у них есть дедушка в каждой семье, который даст какой-то ответ. Но чтобы собраться тысячу человек и поехать к одному человеку, ну, лично у моего народа нет. А цыган, как таково, их очень много и они делятся тоже. вот. Ну, в общем, цыгане очень неоднородны и получается, что и ты, и другие цыгане, кто вернутся со своего, вы можете еще много внести вкладов, то, чтобы как-то переустроить, обустроить быт своего народа. Конечно, конечно. Я бы взялся за... очень бы конкретно, очень бы серьезно подошел к этому вопросу. Даже если в семье у тебя очень много криминалистов, да, это не повод. Сейчас есть выходы, что можно пойти на какую-то работу, отучиться и так далее и выпрыгнуть из этого. Есть просто люди, которые это не хотят и которые говорят, да, у меня там полсемьи от сидела, кто меня там возьмет и так далее. Вот. И, например, то, что цыгане там сидят, да, это шло из старинки. Раньше было заведено как-то там пошел, украл, как в этом фильме украл, выпил в тюрьму романтика. Вот. У кого-то до сих пор это осталось. Кто-то от этого уже отошел. Просто цыгане это так же, как, например, в республике Дагестан, да, дагестанцы. Но в Дагестане 37, если не ошибаюсь, или 36 наций. Так же у цыган. Слушай, если я тебя правильно понял, то часть цыган, она себя относит к криминальной субкультуре, такой же, в принципе, русской криминальной субкультуре. Вот это вот АОЕ, это ведь наша отечественная русская субкультура криминальная. Ну да, да, конечно. И люди, которые там среди цыган себя относят к такому типу, они части русской культуры тоже, можно сказать. Конечно, конечно. Но, знаешь, когда произошел погром цыганский в Коркино, несколько людей, особенно было печально увидеть, что некоторые уважаемые люди разместили видео в сети. Видео касается Романипе. Романупе. Да. Такое видео, мол, да, такам цыганам, у них все вот так вот, они только там, чтобы воровать, у них такая вот культура. Ну, очень безобразная была публикация, особенно от Олега Царева это увидеть было очень грустно. Может быть, это такая книжка, о которой мало кто что знает вообще в цыганском народе? как, это некая старая книжка, кто-то о ней слышал, или кто-то ее действительно чтит, как ты оцениваешь? Честно, я вот насчет книг, я не знаю, Роман-Ипэ это, ну, цыганская культура, да, в переводе. Вот. Возвращаться если к старому Роман-Ипэ, если вот именно к старому такому Роман-Ипэ, у нас бы не было образования, у нас бы не было паспортов. Роман-Ипэ, если старый, это чисто кочевой образ жизни. Вот. Но многие сейчас для того, чтобы жить комфортно, жить, как, грубо говоря, да, русские, имею в виду, граждан Российской Федерации, вот, оставили много это Роман-Ипэ, чтобы так же трудиться, чтобы так же воевать, например. Вот я, грубо говоря, да, я оставил это Роман-Ипэ, потому что, по сути, у цыган не положено работать в структуре полиции, в структуре вооруженных Российских, вооруженных Российской Федерации. Вот. И если полностью чтить все Роман-Ипэ, то цыгане вообще должны жить на стороне где-то в полях. Например, вот старые Роман-Ипэ это держат те, которые, как я повторюсь, попрошайничают, крадут, потому что, ну, как бы, кочевой образ жизни, он такой и был, да. Вот. Но, лично мое мнение, вот это старые Роман-Ипэ надо лучше давно оставить и жить как-то более современнее, продвигаться, учиться, работать, потому что старый Роман-Ипэ не доведет ни до чего, кроме как до тюрьмы. Этот процесс развивается, люди отказываются от старых негативных каких-то правил? Он идет в хорошем положении? Я скажу, немало, немало, которые хотят реально развиваться, которые создают вот такую культуру, то, что кто-то уходит, например, вооруженные силы, кто-то занимается даже музыкой, популярные артисты, например, как Андра, вот братишка Беги развивает, например, двигают. Очень много кто хочет это как бы оставить и развиваться, развиваться, развиваться. Вот. Так что лично мое мнение, мой совет, надо оставить вот это все старое Роман-Ипэ. Это все глупости. Надо развиваться, жить, потому что время не стоит, время прогрессирует. Но будет тяжело развиваться и отказываться, если на тебя давят, если тебя не принимают в стране, наверное, когда ты ощущаешь, что тебя отталкивают. Вот для этого и надо развиваться, для этого надо поддерживать, как бы, несмотря ни на что. Если ты не будешь развиваться, по-любому тебя будут в стране отталкивать. Да, цыган, иди воруй, иди там еще что-то делать. А если ты начнешь по-другому действовать, по-другому как бы уже развиваться, по-другому зарабатывать и так далее, там учиться, на тебя люди посмотрят по-другому. И люди поменяют, люди поменяют свое мнение. То есть получается ты сторонник баланса, что нужно и наказывать тех, кто против цыган выступает и цыганам самим нужно меняться. Конечно. Ну, против цыган, которые выступают именно, которые выступают по беспределу. Имею в виду, например, не зная суть дела, они выступают против цыган, газуют и не зная даже за что. Если человек реально говорит в цвет и говорит в глаза и у него есть доказательства, я никогда против этому человеку не скажу, наоборот, подойду, пожму руку за то, что он сказал прямо это. А если человек говорит за глаза, не зная то, что да вы там все цыгане, да вы там все такие, ну, зачем это? Таких бы я лично наказывал. И это не только за свою нацию, за многие нации. Я не какой-то там нацист, который только свою нацию. Нет, зачем? Я за многие нации всегда выступаю, и когда даже говорят про моих братьев, дагестанцев или чеченцев, я выступаю, я говорю то, что подождите, еще не разобрались даже в чем причина, в чем проблема, зачем так говорить. как-то так. Да, хотел бы еще нашим зрителям сказать, что я знаю, что мне напишут про наркотики, что все цыгане продают наркотики. Я изучаю эту тему, вот, читая статьи, увидел, что люди постоянно натравливают полицию на цыган в поисках наркотиков. Иногда бывает, всякое бывает, но я так понял, что чаще всего наркотики не находят, и люди начинают быть уверены, что полиция значит кого-то крышует, значит виновата и полиция, и цыгане, и поэтому вот именно этим людям я бы хотел сказать, что снимайте доказательства на видео, обращайтесь в органы высшего порядка, прокуратуру, добивайтесь наказания для того, кто совершил правонарушения, независимо от нации. Независимо от национальности, правильно, все совершенно верно, я согласен с этим мнением. Вот, свой основной набор вопросов я уже задал, можем подумать, о чем еще можно поговорить, и я потом нарезку могу сделать. Что касаемо СВО, чтобы люди, например, очень много хейта идет, даже когда цыганские ребята выкладывают, типа, вот мы работаем, туда-сюда, и я читал очень много хейта, типа, ну да, если вы там выкладываете, то, типа, русские же, типа, ребята не выкладывают, конечно, они работают, это вы, типа, понторезы. Ребята цыганские национальности выкладывают для того, чтобы люди, мирный народ не забывал, что только работает, например, русская национальность, также работают цыгане, также работают чеченцы, дегестанцы, вся нация, Бурятия, даже с Китая люди приезжают, работают, как бы, и лично, то, что вот, цыгане, пятое, десятое, там, вы, то, как говорится, там, тиктокеры какие-то, нет, зачем, мы просто заявляем, то, что мы отставим интересы своей страны, мы любим свою страну, мы воюем за нее, потому что не нам, если даже жить нашим детям, на войне тоже непонятно, как сложится, сегодня и завтра нет. Мне кажется, что люди, которые такое высказывают, у них что-то не в порядке с головой, потому что очень много разных видео и от людей самых разных национальностей и от русских в том числе, и это нужно быть очень предвзятым, нужно желать зла, некой нации, чтобы даже когда ты видишь некое добро от нации, наоборот, это как-то перевернуть, что, а, да все равно ты плохой, это нездоровая какая-то тема. Это какой-то нацизм даже, я не знаю, такой, лично я воспитан так, мои братья воспитаны так, не важно, какая национальность, важно, чтобы человек был хороший, вот, понятливый, который знает, зачем, где, как и почему, а то, что, например, люди оскверняют всю национальность, они даже сами не понимают, что они делают, они где-то услышали звон на конце леса, но не знаю, откуда он, и начинают просто всех вот такие лысики, но хейтеры, они для того и есть хейтеры, чтобы хейтить, без них тоже было плохо жить, они в каком-то, как-то, в каком-то даже профиле дают такую небольшую разгрузку, небольшой такой, небольшую такой популярность, вот, тоже. Я сам думаю, что тут несколько факторов, почему вообще так происходит в России, что первое, что люди, у людей стресс, вообще, в принципе, из-за войны, экономическая ситуация тоже ухудшается, а мы ведем в это время войну, у которой не объявлен враг, собственно, мы, кто у нас враг, партнеры из США или партнеры из Украины, и люди в состоянии стресса, они больше предрасположены вот найти кто, кто виноват, кто-нибудь, кто отличается внешне. Ну, да, как бы, ну, мы, грубо говоря, сказать, воюем с очень таким большим противником, да, почти можно сказать, воюем со всем миром, ну, против нас очень много страны получились, вот, и люди, я же говорю, поэтому они разбираются, как бы, кто, где, как, и откуда начинают всех полет на грядонку в любстве, поэтому, скорее всего, такая агрессия. Еще я раскачиваю третью сторону, очень много телеграм-каналов с сомнительными авторами, которые развивают эту тему, постоянно выкладывают эти материалы. В медиа постоянно подчеркиваются национальности, медиа поняли, что так они могут получить просмотры. Ну, в общем, несколько причин, и все они работают на то, чтобы Россия развалилась, похоже. Вольно или не будет? Да, лично, я тоже об этом думал, пока идет, например, конфликт сейчас у нас в стране. Есть люди, которые хотят это еще больше развалить нашу страну, чтобы очень было. Потом, даже после этого конфликта в стране, лично в самой у нас стране начался конфликт, уже межнациональный конфликт, я считаю, так, то, что вот хотят развалить. Но мы этого не позволим, мы этого не дадим. И иншаллах, дай бог, все будет хорошо. Но сейчас очень бы не помешало, если бы парни с передовой, особенно обычные русские парни, вступались бы за национальности, которые угнетаются сейчас. Это бы очень не помешало. Но это я так, обращение для тех, кто возможно будет смотреть. Надеюсь, мы не дойдем до этапа уличных разборок межнациональных. Пока что мы еще можем говорить и надеяться на то, что это сработает. Тем для зрителей хотел бы сказать те ребята, которые хотят заявить о себе в плане национальности, неважно какое. Ребята, не надо замыкаться себе. Делайте, заявляйте, потому что если не вы, то кто другой. Показывайте свою нацию с хорошей стороны, чтобы о вас не думали, что он плохой, его нация плохая и так далее. Согласен с тобой. Ты хочешь прекращения войны? Ты ждешь его? Его каждый хочет, конечно, но прекращение войны только в одном случае. Победа будет за нами и я не вижу больше никак прекращения войны, какой-то исходы, если там кому-то что-то отдать, какой-то там участок земли нет, потому что с начала военной операции за каждый клочок земли, за каждый сантиметр очень много братьев, которые покинули нас, и мы не хотим это просто так все оставить. Как ты считаешь, если сейчас начнется заморозка по той линии, которая уже есть, это разочарует людей на службе? По той линии имею ввиду типа какая сейчас линия соприкосновения есть, такая и останется. Не знаю, честно сказать. Да нет, скорее всего, это не разочарует, потому что надо уже подходить к одному концу, к одному уже все это заканчивать, потому что это очень сильно затянулось. Парни хотят домой. Конечно, каждый хочет домой. Особенно мобилизованные, наверное, вы пересекаетесь с мобилизованными? Конечно, у нас очень много ребят, которые вместе с нами оба воюют. Красавчики, пацаны, и даже те, кто это видео смотрит, ребята, спасибо вам, что вы пришли, вы, как бы это грубо ни звучало, подняли свою пятую точку, пришли и начали оставить интересы нашей страны. И тем пацанам спасибо, которые даже хотят сейчас против военкомата дать документы приехать. Это и как бы это и подразумевается, что единство, это братство. И очень большое уважение, очень большое спасибо этим ребятам. Спасибо.